Привет всем Бравом Гардианам! С вами Xigasas Triple Vibe. Вчера вечером банджи провели третий и заключительный стрим, посвященный апрельскому обновлению, на котором речь пошла о PvP, балансе оружия и изменениях в некоторых саб-классах. И в этом видео мы подробно разберем основные моменты прошедшего стрима. Устраивайтесь поудобнее. Итак, свой рассказ банджи начали с изменений в PvP ревайвах. Во-первых, теперь даже с надетой броней на быстрый подъем, вроде альфа-лупи, вы не сможете поднять своего товарища, пробегая мимо него с зажатой кнопкой ревайва. Это изменение сильно повлияет на то, как мы играем в такие режимы, как Trials of Osiris, и мы считаем, что изменения в хорошую сторону. Оверщилд, который вешается на игрока во время подъема, теперь немного ослаблен. Не думаем, что теперь ревайв можно будет контролировать любой снайперской винтовкой, но какая-то разница определенно будет заметна, и новые винтовки станут более популярны в режимах 3х3. В режиме Trials of Osiris также было добавлено плюс 2 секунды к ревайв таймеру. Напомним, что раньше он составлял 5 секунд. Вновь претерпели изменения, и спешл патроны. Теперь вы будете появляться со спешл патронами в режимах 3х3, но ящики с зелеными патронами появятся только через 3 минуты после начала матча. Второй же раз еще через 2 минуты. Но в режимах Elimination и Trials of Osiris все осталось на своих местах, и спешл патронов на старте у вас все так же не будет. Также была исправлена возможность получать спешл патроны, переключаясь на другое оружие, пока вы мертвы. Хэви патроны теперь будут появляться один раз за матч, во всех режимах, кроме Мэйхэм. Также Банжи пересмотрели систему наград. После матчей увеличили дроп легендарных предметов, которые и сейчас падают там довольно щедро. Из сундука на Лайтхаусе, который становится доступен за 9 побед в режиме Trials of Osiris, вы сможете получить вещи до 335 лайта. Так же как и из недельного баунти шакса True Meaning of War. Золотое баунти Trials of Osiris His Eye Upon You будет ежедневным. Дроп за паунти в этом режиме также увеличили до 330 лайта. Теперь поговорим об оружии. Автоматы. Всем автоматам с высоким темпом стрельбы понизили урон, насколько пока не ясно, но вероятнее всего вам придется убирать доктрину в хранилище до лучших времен. Автоматам с низким темпом стрельбы же, наоборот, подняли урон. На стриме было видно, насколько уверенно себя чувствовали игреки с такими автоматами. Пульс винтовки. В этом классе изменения коснулись моделей с низким темпом стрельбы. Им также подняли урон. На стриме показали пульс винтовку, которая за две очереди в голову убивала противника. Все еще хранители от мелодии с хорошим набором перков, похоже вновь настало ее время. Вопреки многим ожиданиям, револьверы получили минимум изменений, им лишь увеличили запас патронов. Такое изменение сделано в первую очередь для ПВЕ игры. Многие игроки испытывали проблемы с количеством патронов при прохождении страйков и сюжетной составляющей. Всем фьюжн винтовкам увеличили кучность стрельбы и стабильность. На стриме были игроки с этим видом оружия и в некоторых случаях они показывали себя очень хорошо, но как будет на самом деле узнаем только 12 апреля. Все же этот класс оружия очень специфичен. Снайперские винтовки. Самое большое изменение коснулось именно их. От изменений в этом классе нам больнее всего. Во-первых, прицелом с низким зумом увеличили этот самый зум. Кроме того, на пару кадров замедлили анимацию прицеливания. Отдельно понерфили перк снэпшот, который позволял почти мгновенно прицелиться во врага. Его эффективность понизили с 30 до 20 процентов. Также была понижена общая стабильность стрельбы в этом классе. Все изменения усложняют жизнь игрокам, которые не просто брали снайперку и сидели выжидая противников за углом, а тем, кто умел двигаться с винтовкой, делать эффектные квикскопы и использовал снайперскую винтовку как основное оружие. Некоторые модели оружия получили персональные изменения. Майда Мультитул. Лишилась своего перка High Caliber Rounds. Теперь при попадании с миды прицел противника не будет так сильно дергаться. На уроне, стабильности и других параметров это никак не отразится. Автомат Suros получил увеличение базового урона. Перк Spinning Up, который разгонял автомат на второй половине магазина, теперь делает это на 4 патрона позже. Ну а использование перка Focused Fire теперь значительно увеличивает эффективную дальность. Револьвер Hawk Moon получил увеличение эффективного расстояния. Еще один револьвер Last Word получил нерв своего перка при стрельбе от бедра. Единственное изменение, наносимый урон от бедра уменьшен и теперь вы не сможете убить противника двумя выстрелами в голову. Многие обратили внимание, что некоторые игроки на стриме использовали Торн, однако банджи подтвердили, что револьвер остается оружием первого года. Также теперь яд будет наносить намного меньше урона, да и заканчиваться его действие будет быстрее. По сути теперь вы будете убивать с него как с обычного револьвера, а от яда противников будет просто проще оследить, но не убить. Винтовка Icebreaker также остается оружием первого года. Главные изменения, теперь вы не можете накопить патроны с помощью этого экзота, а затем переключиться на другое оружие, сохранив патроны. Кстати сайд армы теперь тоже не работают так как раньше, у вас не получится использовать их для получения патронов и дальнейшего переключения на другое оружие. Потому что теперь при переключении патроны не сохраняются даже если вы мертвы. Изменения также коснулись и хэви патронов. Теперь они появляются только один раз за игру, а также их количество в пулеметах уменьшено. Экзотический сайд арм Дрэгспромис получил неожиданное изменение – трекинг. Теперь при захвате противника в прицел оружие будет издавать характерный звук наведения. Помните самонаводящиеся выстрелы Дрэга Фоллонов. Вот что-то вроде такого мы и получим судя по всему. Все знают, что выстрелы с фьюженки Телеста не прилипали к союзникам, а также к куполам Титана. Эта ошибка была исправлена и теперь вы буквально можете сделать из своего напарника смертника. Горюете о том, как понерфили снайперские винтовки? Погодите, у Банджи есть для вас еще кое-что. Они заметили, что 1000 ярдов – самое популярное спешл оружие и решили, что так быть не должно. Теперь владельцы этой винтовки смогут брать с собой меньшее количество патронов. Рейдовый пулемет Quilliam's Terminus также получил изменения в сторону уменьшения запаса патронов, но у всего оружия с рейда Kingsfall увеличили скорость перезарядки, а автомат получил еще и баф к стабильности. Возможно, теперь нам не стоит так спешить разбирать рейдовое оружие, посмотрим. Ох, что-то много информации, давайте в качестве итогов еще раз повторим некоторые тезисы, к которым теперь привел Нерф. С фьюжн винтовки теперь проще целиться и проще ее контролировать. Сайд арми и айсбрейкер больше нельзя использовать как ферму для спешл патронов. Снайперские винтовки теперь сложнее использовать на близком расстоянии. Новый королевский автомат Хэмэмэмори уже прозвали Бэйби Сурес за то, что стреляет он медленно, но зато уровень урона у него высокий. Автомат Доктрин оф Пэссинг хоть и потерял в параметре урона, но при этом никак не изменился в параметре эффективного расстояния. Винтовка по-прежнему работает на больших для автомата расстояниях. Кстати, некоторое оружие, например Торн и Ластворд теперь имеют уникальные иконки на экране убийств пвп. А высокоимпактный пульс винтовки вроде мессенджер или сперченч наносит по 34 единицы урона в голову. Ну а теперь поговорим о классе Варлок и изменениях в нем. Сабкласс Сансингер теперь получает дополнительный щит от рукопашной атаки с меньшим значением защиты, а также этот щит теперь дается реже, поэтому теперь будет вас проще убить. Использование перка Fireborn уменьшает время действия супера. Плюсом к тому, чтобы не использовать Fireborn, станет и то, что используя другие перки этой ветки, вы сможете кидать гранаты значительно чаще. Ну и самое главное, в Firebolt гранаты остались нетронутыми. Почему? Ведь именно изменения этих гранат мы ждали, когда появилась первая информация о нерфе Варлоков. Нам, если честно, непонятно. К другим сабклассам. Перк Штормколлера Landfall теперь не может пробить Купол Титана, а также не может никого ослепить. Время действия супера сократили, а если вы будете перемещаться по карте, зажав кнопку атаки, ваш супер закончится еще быстрее. Про Варлоков и Войдвокеров рассказали совсем немного. Главное, новая бомба осталась нетронутой, а способности, которые откатывают вам рукопашную атаку, гранату и супер, теперь откатывают их быстрее. Вот такой стрим. Безусловно, нам вновь придется привыкать к новой мете, однако напомним, что ребаланс в игре происходит не впервые, и в сетевых играх, вроде Destiny, такое должно случаться время от времени. Ну а мы напоминаем, что до самого обновления осталось меньше недели, так что ждать осталось недолго. Следите за анонсами в нашей группе, мы готовим для вас много интересного. На этом все, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если получится брать 5 лайков, будет круто. Также напомню, что мы проводим стримы, где отвечаем на ваши вопросы и общаемся со зрителями. Ждем вас и там. Следите за анонсами в группе ВКонтакте. Пока!